Можно немного подробнее про эти переговоры и позиции стороннего эксперимента? Имеется в виду Веринский правиль и Веринский правильный? В докладе я затронул вопрос о переговорах, которые велись между Саидисом и депутатами Верховного Совета от Саидиса по приглашению Ландбергеса и депутатами Верховного Совета и представителями Народного Фронта В чем суть этих переговоров? Дело в том, что итоговые документы и суть их было напечатано, но только во фронтовской прессе, газета на линии И в литовской, соответственно, и все власти Суть вот в чем Когда Литва 11 марта объявила о независимости, последовала реакция центра Она была разной, но один из аспектов этой реакции была попытка создать напряженность в геополитическом отношении То есть, что-то вроде как, они с успехом делают это за Кавкази Было заявление Президиума Верховного Совета Белорусской Республики о возвращении Вильнии в Вильнинского края С юридической точки зрения, оно сделано хорошо То есть, подкопаться невозможно Действительно, над Вильнинским краем, над Вильней Было сделано политическое насилие Сталином и его кликой Которые договорились с литовским буржуазным правительством И таким образом, вследствие этого договора, проиграли две стороны Проиграла Белоруссия, потому что от нее забрали ее столицу и территорию И проиграла Литва, потому что она вся полностью очутилась в империи Это была наживка, которую бросили доверчивым политикам Но теперь, когда встал вопрос о независимости За 50 лет московское правительство вспомнило о том, что они совершили 50 лет назад До этого времени они не вспоминали, их не интересовало ни судьба, ни видение, ничего А сейчас вспомнили И это заявление Президиума Верховного Совета БССР Оно было сделано под диктовку Москвы Это совершенно точно Я сейчас узнал, так сказать, конкретных лиц, которые этим занимались И которыми я сейчас вместе в Верховном Совете Но тогда нам было ясно и без признания этих лиц Поэтому мы поняли, что Москва планирует сделать ситуацию Чтобы между Литвой и Белоруссией начались бы какие-то противоречия Чтобы они выразились бы в какие-то общественные формы И дало бы возможность центру ввести танки Или ввести чрезвычайное положение И покончить с независимостью Литвы А вместе и со всей демократией Поэтому, понимая вот эту игру Мы, наша делегация, приняли приглашение в Англию Два дня у нас были переговоры Где мы расставили все точки над И Вот принято было общее заявление Которое указывалось о целях вот этой политики Мы признали, что на сегодняшний день этот вопрос может быть решен Только двумя суверенными республиками Литвой и Белоруссией Что сейчас вопрос о границе не поднимать Что должны быть обеспечены условия автохтонному населению на территории Винничины Для развития культуры и так далее Это литовцы приняли Это отображено в заявлении И таким образом в моральном отношении Вот эта позиция и это заявление Народного фронта Оно сыграло большую роль То есть оно погасило И между Саидисами и Народного фронта Оно погасило возможное противоречие А других не было откуда возникать Если между Арменией и Азербайджаном Так сказать, идет война на уровне Народных фронтов То есть там мобилизировали, затянули все в эту грязную склопу То у нас этого не получилось Мы прекрасно раскусили все это И как цивилизованные европейские люди В этом разобрались и приняли общее заявление Хотя у нас совершенно разные позиции Совершенно, у нас другие Но тем не менее мы нашли это решение И я провел это в докладе, считая Что это, вот такая позиция Белорусского Народного фронта Свидетельствует Ну, о его Соответствующем политическом уровне Который, ну То есть, если бы мы этого не понимали То нам не следовало бы заниматься политикой То есть это вещи, которые надо понимать И я подчеркнул, что во фронте это понимают И могут добиваться политических решений На том уровне, на котором они находятся